14-й год произошел, а потом пошли вот те расходы, которые Россия понесла, это в год 400 миллиардов вкачанных, ну это, грубо говоря, 7 миллиардов в год, 7 миллиардов в год, полушутка, полусерьез, там на всяких эшелонах власти обсуждалось, слушайте, а может быть надо было там с Украиной сесть и договориться, может быть мы просто Крым бы выкупили, дешевле бы обошлось, ну или там создали какое-нибудь там совместное предприятие. Ну это полушутка, полусерьез, потому что как это, если бы не было до 14-го года, то производить там какие-то делать в свободные экономические зоны, я сомневаюсь, что какая-то страна и Украина бы то отказалась бы от совместных, причем без, ну понятно, без перехода права собственности на территории, но 21-й век это не про территорию. То есть если хотелось там, не знаю, эксплуатировать Крым, потому что нашлись бы куча проектов, и с Крыма можно было бы сделать реально совместную рекреационную зону, в которой можно было бы благоустроить, не строить там энергомост, мост физический, убрать границу и там сделать, там набить морду туркам с точки зрения рекреационной зоны, это был бы совместно российско-украинский проект. И обошлось бы существенно дешевле всех тех денег, которые мы сейчас потратили, при этом без перехода права собственности, а просто именно рекреационная зона. Крым можно было бы реально сделать такой конфеткой совместно.